Вопросы о том, каков размер нашей Вселенной, наверное, задавался каждый. Но получить окончательный ответ на этот вопрос довольно нелегко. Его почему-то нету, например, в школьных учебниках. Дело в том, что окончательного ответа на этот вопрос пока не существует. У нас есть какие-то представления о том, как выглядит наша Вселенная сейчас. Периодически появляются в литературе, даже в научно-популярной, сообщения о каких-то там самой далёкой найденной галактике, например. Расстояние до которой оказывается порядка 13 миллиардов световых лет. Может быть, вы также слышали про реликтовое излучение. Это свет, который был испущен в момент рождения Вселенной практически, почти в сам момент Большого взрыва, и с тех пор он идёт на нас. Вот это реликтовое излучение – это самый далёкий, можно так сказать, объект, который мы видим. То есть мы видим излучение, которое прошло 13 с чем-то миллиардов световых лет. Может сложиться впечатление, что это расстояние и есть размер нашей Вселенной. Его ещё называют горизонтом. То есть это расстояние, которое свет успевает пройти за время жизни Вселенной. Вот сейчас возраст нашей Вселенной 13,7 миллиардов лет, и, соответственно, поэтому получается расстояние в 13 с чем-то миллиардов световых лет. Но, конечно, возникает вопрос, а есть ли что-то дальше? Почему мы вообще можем предполагать, что видимой частью Вселенной её размер не ограничивается? Но у нас есть очень хорошие наблюдения реликтового излучения. И, исходя из этих наблюдений, можно сделать вывод, что наша Вселенная обладает одинаковыми свойствами. В какую сторону ни посмотри. То есть вот в одну сторону мы смотрим, мы видим как бы один край этого пространства, до которого 13 миллиардов световых лет. Смотрим в обратную сторону, как бы спиной. И там в другую сторону ещё 13 миллиардов световых лет. И вот эти участки пространства и вещество, которое там расположено, они практически ничем не отличаются друг от друга. Это означает, что, ну мы так это интерпретируем, что наша Вселенная гораздо больше, чем вот этот размер горизонта. То есть есть какой-то гигантских размеров область, и мы вот видим только небольшую её часть. Но так ли это на самом деле? Во-первых, строгого доказательства, что это так, у нас нет. То есть можно придумать такую модель, в которой наш мир будет заканчиваться примерно там же, где видимая сейчас граница. Это Вселенная с необычной топологией. То есть если вы представите себе сферу в трёхмерном пространстве, по поверхности сферы вы можете гулять, нарезая круги. То есть если вы пойдёте вперёд и будете идти вперёд, 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 вы рано или поздно придёте в то место, откуда вы вышли. Вот если такую же конструкцию построить в трёхмерном пространстве, то получится Вселенная с топологией Тора. То есть вы вышли из одной точки, и если долго двигаться вперёд, вы вернётесь назад. Вот если наша Вселенная обладает такой топологией, то в принципе её размер по современным наблюдательным ограничениям может быть лишь немного больше, чем то, что мы видим. Есть другие модели. Мы можем предположить, что мы живём на неком острове. То есть пространство в нашей Вселенной может быть бесконечно, но вещество, вот вся материя, которую мы видим, она сосредоточена в какой-то его части, и мы вот живём на таком острове. Размер этого острова можно попытаться оценить, исходя опять же из того, что мы видим, что Вселенная во все стороны от нас, она одинаковая. То есть мы не видим большой разницы. Исходя из этого, можно заключить, что этот остров должен быть намного больше, чем размер той области, которую мы сейчас видим. Но единой как бы оценки нет. Это всё модельно зависимо от того, какие свойства пространства вы предположите, вот того пространства, где уже нет вещества, а как бы есть само ток пространства. Это трудно вообще придумать в общей теории относительности такую конструкцию. Видимо, это в таком случае наша Вселенная может быть в десятки раз больше, чем, видимо, её размер. Ещё, возможно, наши слушатели знают про такие вещи, как фридмановские модели, то есть фридмановские решения общей теории относительности. Это три семейства Вселенных, которые были предложены в 20-х годах Александром Фридманом. Он предложил, что Вселенная может быть так называемой замкнутой. То есть она в данный момент расширяется, но когда-то это расширение сменится с сжатием и снова всё вернётся в одну точку. В этом случае размер Вселенной должен быть конечный. Также Вселенная может быть либо плоской, и по наблюдениям это наиболее сейчас вероятная модель, либо открытой. И в случае плоской, и в случае открытой модели у нас Вселенная должна быть бесконечной, если мы говорим именно про фридмановскую модель. Наблюдательные данные говорят о том, что наша Вселенная практически плоская. Но поскольку плоская Вселенная это как бы пограничное состояние между открытой и замкнутой, то мы всегда не можем точно сказать, может быть она на самом деле замкнутая, но почти плоская. То есть есть небольшое отличие от плоскости в сторону замкнутой Вселенной. Тогда её размер конечный. И в этой модели можно оценить размер фридмановской замкнутой Вселенной. Она оказывается в 40 раз больше, чем нынешний размер Вселенной. По оценкам из всех современных имеющихся данных, такие как анизотропия реликтового излучения, определение расстояния по сверхновым, и массы других эффектов, которые сейчас используются в космологии. Вселенная наша может быть либо бесконечной, по, например, фридмановским моделям открытой или плоской Вселенной, либо она может иметь конечный размер. В случае фридмановской замкнутой модели примерно в 40 раз больше, чем нынешний размер горизонта. По моделям с островной Вселенной, когда у нас вещество есть только в какой-то части бесконечного пространства, её размер также может быть в десятки раз больше, чем видимый сейчас размер Вселенной. И в случае Вселенной с необычной топологией, например, топологией Тора, размер может быть лишь чуть-чуть больше, чем нынешний видимый размер горизонта. И вот эти все ограничения на размер — это минимальный размер, который позволяют современные наблюдения. То есть по любой из этих теорий она всё равно может быть и бесконечной. И, конечно, у любого также может возникнуть вопрос, а может ли вообще Вселенная в принципе быть бесконечной? Знаем ли мы что-либо в нашем мире, что является бесконечным? Как правило, бесконечных величин в физике, ну, по-моему, по крайней мере, опыту нету на самом деле. Если мы возьмём какую-нибудь величину, ну, вот для примера давайте рассмотрим проводимость разных веществ. Если мы будем измерять проводимость разных веществ и рано или поздно возьмём сверхпроводник, у него проводимость окажется бесконечной. Но на самом деле проводимость — это просто неправильно выбранная величина, потому что она является обратной величиной к сопротивлению. А, соответственно, у сверхпроводника сопротивление равно нулю, а у всех других веществ оно конечное. То есть наличие бесконечной величины в любой теории — это просто обычно следствие неправильно выбранной величины. Как правило, после какого-то преобразования её можно вернуть в конечные рамки. Ну и тут вопрос такой, он наполовину философский, наверное. Является ли размер пространства правильной такой величиной? Вот надо пытаться найти ответ на этот вопрос, чтобы понять, может ли Вселенная быть бесконечной. Но у меня такого ответа, конечно, нет. Ещё может возникнуть вопрос, если наша Вселенная конечна, то у неё есть вот какая-то граница, какой-то конечный размер, но что же тогда находится дальше этой границы, за ней? Ну этот вопрос, он на самом деле связан с некой нашей предвзятостью к восприятию пространства. Мы привыкли на самом деле думать, что пространство должно быть бесконечно, и поэтому если мы видим какую-то фигуру конечных размеров, то всегда есть что-то вне её. Но в математике давно придумали, как можно построить пространство, которое будет иметь конечные размеры, но вне него ничего нет, потому что просто нету понятия «вне». То есть всё это пространство, оно как бы полностью описывает себя само, а ничего того, что есть вне него, просто нету. Ну, как пример, это опять же Вселенная с топологией Тора. Если мы будем двигаться в одну сторону, мы никакую границу никогда не найдём. мы просто вернёмся назад в то место, откуда мы пришли. То есть размер конечный есть, но границы при этом нет. Другой вариант. Если это у нас, например, замкнутая фридмановская модель, у неё размер конечный, но за счёт того, что она начнёт сжиматься, если вы попытаетесь дойти до её границы, то вы не успеете. То есть вы придёте назад в ту же точку, откуда вы вышли, если будете двигаться со скоростью света, но это случится в тот момент, когда Вселенная, собственно, сколлапсирует назад в точку. И, наверное, ещё один интересный, связанный с этим вопрос, это если, опять же, Вселенная конечная, если у неё есть граница, сможем ли мы когда-нибудь об этом всё-таки узнать? То есть сможем ли мы измерить размер этой Вселенной или увидеть эту границу, если, например, модель островной Вселенной верна окажется? Да, вот в модели островной Вселенной у нас граница есть на самом деле. То есть там, ну она, наверное, не резкая, но просто свойство распределения вещества будет постепенно меняться. Например, будет падать с увеличением расстояния от нас плотность вещества, и потом вещество закончится, а пространство останется. Но оно всё равно должно быть чем-то наполнено, например, какой-нибудь там тёмной энергией. Но это другой разговор. Так вот, если есть граница, сможем ли мы её увидеть? Пока что ответ на этот вопрос, он тоже неоднозначный. Связано это как раз с открытием тёмной энергии. Дело в том, что тёмная энергия, ну это условное название для факта ускоренного расширения Вселенной, которое вот наблюдается просто. Если наша Вселенная действительно расширяется с ускорением, то со временем какие-то удалённые участки нашей Вселенной, они начнут двигаться так быстро, что мы их никогда не увидим. И если верны современные измерения, и если верна самая простая модель тёмной энергии, это модель лямбда-члена, то можно просто вычислить максимальный размер нашей Вселенной, который мы сможем наблюдать. То есть самые далёкие объекты. И она оказывается, опять же, только в несколько раз больше, чем нынешний горизонт. То есть не очень много. И есть ещё один характерный горизонт в этой модели с тёмной энергией. Это расстояние, на которое мы сможем слетать или послать сигнал световой, например. То есть если мы сейчас вылетим с Земли и начнём двигаться со скорости света, то мы сможем улететь на конечное расстояние, даже если наша Вселенная будет жить бесконечно долго. Просто за счёт того, что очень далёкие объекты, какие-то очень далёкие галактики удаляются от нас так быстро, что мы не сможем их догнать. И этот размер, он оказывается меньше, чем нынешний видимый горизонт. То есть он соответствует расстоянию примерно около 8 миллиардов световых лет. То есть мы видим сейчас галактики, которые на расстоянии в 10-13 миллиардов световых лет, до которых мы никогда не сможем долететь или никогда не сможем отправить им сообщения. Может возникнуть подозрение, что это парадокс. Мы ведь их видим, значит, от них-то свет до нас дошёл. Но дело в том, что этот свет был испущен раньше. И если они сейчас также захотят послать нам сообщение, то оно также за бесконечно большое время нас не достигнет. Такие вот дела. Спасибо.